Кул инна ни хаданий раббим Иля сиратим мустакимин Дина киямам Дина киямам Миллата Ибрахима Ханифам Ва ма кана минал мушриким Проект Салев Туба представляет Перед просмотром видео рекомендуем вам взять дуа Робби Зидни Ильман Господь мой, преумножь мои знания Бисмилла Альхамду Лилла Вассалату Ассаламу Аля Расули Ла Амма Ба'ад Ассаламу Алейкум Рахмату Аллахи Ва Баракату Продолжаем нашу лекцию по книге «Некоторые пользы» Суры Аль-Фатиха И дошли до слов автора, где автор говорит А что касается последних двух аятов В них упоминаются состояния людей И Всевышний Аллах разделил их на три категории Первая категория Это тот, кому дарована милость А вторая категория Это тот, на кого гневаются А третья категория Вадолюн Это заблюдче Люди Делятся на три категории Первая категория Это те, кому дарована милость Вторая категория Это те, на кого гневаются А третья категория Это заблюдче Люди И те, кому дарована милость Это те, кто берет знания и дела Это те, кто берет знания и вместе со знанием берет также дела А те, на кого гневаются Это те, кто берет знания и оставляет дела Вадолюн Изоблюдче Люди Это те Это те, кто берет дела и оставляет знания Они поклоняются Аллаху без знания Ты просишь у Аллаха, читая этот аят Ты просишь у Аллаха, чтобы Аллах сделал тебя из числа тех, кому дарована милость Чтобы Аллах избавил тебя от пути тех, на кого гневаются И также от пути заблюдших И это великая сура Сура Аль-Фатиха является великой сурой И поэтому Аллах наложил ее на тебя на каждом ракате Почему? Из-за содержащихся в ней тайн И те, на кого пал гнев Аллаха И те, на кого гневаются В основе это иудеи В основе это иудеи И также Ахлю альмин Обладатели знания Лейсам маахум амалун У которых нет дел То есть не поступают в соответствии с своими знаниями Вахумул яхуду ва мансара маахум фи хазал мидмари мин хазал умма Это иудеи И те, кто идет вместе с ними по этой дороге Из этой общины Которые знают Но не поступают в соответствии с своими знаниями Вадду лун И заблюдчие В основе это христиане И также Ахлю аибада Люди поклонения Из этой общины Лейсам мааха альму Которые поклоняются Аллаху без знания У них нет знания И поэтому заблюдчие люди В основе это христиане И люди поклонения из этой общины Которые поклоняются Аллаху без знания Которые не имеют знания Минхуму суфияту мубтадиату вальху рафиюна Среди них суфисты и нововведенцы И также суеверные люди Куллухум ядхулуна фидолин Все они попадают в категорию заблюдчих Ли аннахум яштагилюна Бил аибадати Вайятрукунал хильма Потому что они занимаются поклонением Они занимаются поклонением И оставляют знания И оставляют знания Якулюна говорят Знание отвлекает тебя от дел Они говорят Знание отвлекает тебя от дел Причина неспослания этого аята Являются иудеи и христиане И также И те кто описывается этими описаниями Если причина неспослания А не тех на кого пал твой гнев Это иудеи Абдуллин финнасара И не путем заблюдчих Это христиане Смысл этого аята Относится ко всем Не только тем По причине которых Был неспослан этот аят И поэтому говорят Некоторые предшественники Кто из наших ученых Испортился Тот похож на иудея А кто из наших поклоняющихся А кто из наших рабов Испортился Тот похож на христианина Тот похож на христианина Те кто отличается знанием и делом Он является тем Кому дарована милость Каля Тагаля сказал Всевишний Те которые повинуются Аллаху и Посланнику Окажутся вместе с пророками Правдивыми мужами Павшими мучениками Праведниками которых Облагодействовал Аллах Как же прекрасны эти спутники Это те кому дарована милость Так что если хочешь быть среди них Объедини полезные знания С праведными делами Одним из преимуществ в суре Аль-Фатиха является Отрицание наличия силы и мощи У кого-либо кроме Аллаха И тот кто отрицает наличие силы и мощи У кого-либо кроме Аллаха Тот является тем Кому дарована милость И на это слова Всевышнего И тебе одному мы поклоняемся И тебя одного просим о помощи И в словах Его Всевышнего Потому что это милость от Аллаха Не от твоей силы и мощи Твой успех В получении полезных знаний И твой успех В делах Сознанием Все это от Аллаха Если бы твой Господь Пожалел бы Ты был бы с теми На кого пал его гнев Или среди заблюдших Тот кто даровал тебе милость И вывал тебя из этих двух групп Из этих двух сект И сделал тебя вместе с пророками Правдивыми мужами Павшими мучениками Это Аллах Всемогущий и Великий Это не по твоей воле И не по твоей силе Ты привязываешь свое сердце К Аллаху И ты отрекаешься от силы И могущества кроме Как у Аллаха Свят Он и Велик Если бы твой Господь Пожалел бы Ты был бы подобен им Сердце между пальцами Милостого И также в ней В этой суре Полное познание Аллаха И отрицание его недостатков Благословленного и Всевышнего Это сура Сура Если будешь размышлять И следовать за этой сурой То ты узнаешь Аллаха Полным знанием С его именами Атрибутами И его милости Дарованными тебя И это увеличит твою веру И убеждение И в ней также в суре Познание человека Своего Господа И познание самого себя И познание самого себя Что ты слаб И то что ты нуждаешься В Аллахе Свят Он и Велик И поэтому ты читаешь Эту суру И повторяешь его В каждом ракате Потому что ты нуждаешься в ней Потому что в ней Великая молба Потому что в суре Аль-Фатиха Великая молба Аль-Лязи Идзатакаббаллаху Минкаса'итта Фиддуня валахира Если Аллах Если Аллах Примет ее От тебя То ты будешь счастлив В этом мире И в будущей жизни Если ты пренебрежешь ее И не воспользуешь ей То она не принесет тебе Никакой пользы Это подтверждает Что раб должен Размышлять над Кураном Особенно над Этой Великой Сурой Размышляй над Кураном Если ищешь Руководство Знание Бывает С размышлением Над Кураном Если есть Господь Воспитатель То должен быть Тот Кого Воспитывают Роббил Алямин Господу Миров Я дуллю Аля Аннаху Ля Будда Мин Роббин Халикин Ва мин Махлюкин Марбубин Роббил Алямин Господу Миров Указывает На то Что обязательно Должен быть Господь Творец И воспитатель Это есть Аллах Субханаху Ва Тааля И должен Быть Создание Творение И тот Кого Воспитывают Махлюкин Ля Роббил Алямин Создание Господа Миров Если есть Милосердный То Должен Быть Тот Кому Проявлен Милосердие Милостовому И Милосердному Если Есть Милосердный То Должен Быть И тот Кому Проявлен Милость Ва Гуалмахлюку И это Творение То есть Создание Арахиму Хуаллах Милосердный Это Аллах Ва Гуалмахлюку Хуалмахлюк И тот Кому Дарована Милость Это Создание Ва Идзаканахуна Маликун Фаля Будда Мин Мамлюкин Если Есть Владыка То Обязательно Должен Быть Тот Кто Ему Принадлежит Малик Йомиддин Властелин Судного Дня Идзакана Хуна Маликун Фаля Будда Мин Мамлюкин Если Есть Властелин То Необходимо Тот Кто Находится Во владении Ва Гуму Либат И это Рабы Ва Джамир Махлюкат И все Творения Ва Идзаканахуна Ва Гуаллаху Субханаху Идзаканаху 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 Кого 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 Ты Кого Кого Идзаканаху Идзаканаху Из знающих, которые знают, но не поступают в соответствии с своими знаниями. Должен быть кто-то, кто гневится, и это Аллах, Свят Он и Велик. И гнев одно из его свойств. Презирает и тот, на кого гневается, ненавистный, отвратительный. Это непослушное создание. Аль-Мухалифу ли авамириллахи, нарушающий приказы Аллаха, Свят Он и Велик. И эта сура, сура Аль-Фатиха, включает в себя единобожие улухия, рубубия и отрицание недостатков относительно Аллаха Великого и Могущего. Как уже упоминалось ранее, то, что в ней, в суре Аль-Фатиха, содержится три формы единобожия, единобожие рубубия и улухия, и имена, и атрибуты Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Та'ала. И также ван-нафью, накаиси, вал-гулуби, ан-иллэхи, Субханаху ва Та'ала, и отрицание недостатков, пороков относительно Аллаха Свят Он и Велик. Ва хаза хуа таухид, это и есть единобожие. Также включает в себя знания поклонения его столпов. И в ней также содержится любовь с покорностью, с унижением перед Аллахом, любовь с покорностью, с надеждой и страхом перед Всевышним Аллахом, Субханаху ва Та'ала. И поэтому в суре Аль-Фатиха также содержится любовь с покорностью, надеждой и страхом. Ва хази хи аркану ла-ибада, поскольку это столпы поклонения. Ва Аллаху а'ламу и Аллах знает лучше. Ва салла Аллаху ва саляма алян-набина Мухаммадин. Пусть Аллах благословит и приветствует нашего пророка Мухаммада. И да вознаградит его Аллах за то, что он разъяснил и вносил ясность. Субханаха ва бихамдика ашадалла и ла анта астагфиру кавату билейка. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Чтобы не пропускать новые видео, подписывайся на наш канал и нажимай колокольчик. А для тех, кто желает поддержать наш проект, пополнить свою копилку благими делами, оставляйте комментарии, делитесь нашими видео и зарабатывайте награду вместе с нами. Посланник Аллаха, дабы васовитого Аллаха приветствует, сказал «Указавшему на благое полагается такая же награда, как и совершившему его». Чазаким Аллаху хайрин.